МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» в студии Наталья Ильина. Совсем скоро в Петрозаводске будет запущен проект под названием «Объятие без границ». Что это за проект, расскажут гости нашей студии сегодня. Оксана Потушева, координатор проекта, и Юлия Кузнецова, лидер проекта «Про Вумен Карелия». Оксана, Юлия, здравствуйте! Здравствуйте! Оксана, давайте тогда начнем с вас. Вы как координатор проекта, расскажите, для чего было принято решение открыть такой клуб для женщин и детей под названием «Объятие без границ» в Петрозаводске? В рамках подготовки к фестивалю «Про женщин», о котором более подробно потом расскажет Юлия, мы думали о том, какие проекты на этом фестивале мы могли бы презентовать. То есть это могут быть как личные авторские проекты участниц сообщества, так и те проекты, которые уже организованы сообществом «Про женщин» и даже довольно-таки успешно реализованы в других городах. Соответственно, мне как, с одной стороны, человеку всю жизнь живущему с диагнозом ДЦП и, соответственно, не понаслышке знающему те психологические сложности, с которыми может столкнуться и особенный ребенок, и его мама. С другой стороны, мне как будущей маме не мог не откликнуться проект «Объятие без границ», цель которого как раз-таки поддержка мам, поддержка женщин, в том числе мам особенных детей, взаимоподдержка между женщинами, социализация деток, независимо от тех особенностей, которые у них есть, и толерантное отношение друг к другу. Поэтому этот проект мне очень откликнулся. И я очень рада, что он откликнулся не только мне, но и Юлии. Благодаря этому оказалось возможно готовиться реализовывать его здесь у нас в Петрозаводской. А вот мы говорим о том, что в этом клубе могут получить поддержку мамы и их дети. А вот какую именно? То есть это какие-то лекции или разговоры с психологом, или какие-то занятия для детей? Формат встреч в клубе следующий. Это небольшие группы, плюс-минус 10 мам, плюс 10 детей, из которых 30-40% составляют детки с ОВЗ. Периодичность встреч – это одна встреча в две недели, то есть за три месяца получается шесть встреч. По окончании потока проходит выпускной, и в дальнейшем предыдущая группа при желании может продолжать свою деятельность, там назначается руководитель, а организаторы набирают новую группу. Вот в рамках этого потока встречи проходят в разном формате. Это могут быть, да, это могут быть лекции специалистов, экспертов, это общение с психологом, это трансформационные игры, арт-терапия, мастер-классы, как совместные, так и раздельные между мамами и детьми. Ну, у семейного тренинг-центра уже есть опыт проведения подобных мероприятий, поэтому Юлия здесь может более подробно рассказать. Но помимо непосредственной психологической поддержки, да, уже сейчас на этапе набора экспертов, круг экспертов достаточно широкий, то есть это уже выразили свое желание, скажем так, участвовать в проекте логопеды-дефектологи, специалисты по ЛФК, коучи, работающие с эмоциональным состоянием женщин, и даже стилисты. То есть обширную могут получить поддержку мамы, не только психологическую, поскольку цель проекта — раскрытие потенциала женщины с разных сторон. Юлия, вот Оксана уже сказала о том, что клуб будет работать на базе семейного центра, где вы являетесь директором. Все-таки чем будут отличаться занятия в клубе «Объятия без границ» от занятий в семейном центре? Какая разница будет между ними? Непосредственно наш тренинг «Центр Максимум» занимается семьями и детьми с трудностями в социальной адаптации. Это более широкое понятие, то есть это дети и с агрессией, тревожные дети и так далее. И здесь возможна работа с детьми, в том числе с ограниченными возможностями, поскольку данные дети, они тоже проявляют данные проблемы, да, есть необходимые, с одной стороны. С другой стороны, мамы все нуждаются, да, в ресурсе, и мы непосредственно занимаемся этой работой. Отдельно у нас есть также клуб «Мастерская женского счастья Илма», где мы тоже проводим занятия с женщинами. И так получается, что есть все равно универсальные проблемы, да, то есть, с одной стороны, это общее, что объединяет. С другой стороны, есть специфические проблемы мам с детьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Это может быть и, например, чувство вины, да, и трудность совмещения работы, заботы о ребенке и так далее. Ресурсов действительно у этих мам меньше. Поэтому я думаю, что мы будем учитывать эти специфические особенности, но то, что существуют общие проблемы, мы тоже это будем учитывать. И, как правило, получается, что есть необходимость действительно, чтобы мама отдохнула. И мы пытались сделать такой универсальный, даже не универсальный клуб, да, можем сказать, что мы участвуем, например, во всероссийском проекте «Многодетные семьи». Авторы проекта находятся непосредственно в Москве. И когда мы сказали, что мы будем работать с многодетными мамами, то другие мамы сказали, а мы, у нас один, двое, но мы точно так же устаем, да. И здесь точно так же можно сказать, что другие мамы точно так же скажут. Про нас забыли. Поэтому вот хотелось бы объединить, потому что действительно «Мама в ресурсе» — это вот, наверное, настоятельная необходимость сегодняшнего дня. Оксана, вот вы уже обмолвились о том, что клуб «Объятий без границ» работает и в других городах. Делитесь или они с нами делятся опытом, как-то помогают, может быть? Да, буквально недавно у нас состоялась онлайн-встреча, где были представители ресурсного клуба из других городов. Изначально он был запущен в Астрахани, и там уже на сегодняшний день прошел первый поток и готовится к запуску второй. Хотя организатором и межрегиональным координатором является Екатерина Зайцева. Это девушка, работающая в Санкт-Петербурге, имеющая уже опыт создания семейных проектов. В частности, проект «Мамоход» — это экскурсии для мам с колясками по Санкт-Петербургу и не только. Насколько мне известно, в ближайшие выходные они приезжают к нам в город. Также проект успешно был запущен в Череповце, где недавно прошел выпускной с достаточно большим количеством спонсоров, партнеров. То есть имел такой хороший общественный резонанс. Сейчас стартовали занятия в клубе в Волгограде. То есть да, мы постоянно находимся на связи. Это такая взаимоподдерживающая среда, где мы делимся опытом, успехами. И надеюсь, что вскоре Петрозаводск тоже сможет поделиться своим успехом. А вот вообще как появился такой клуб «Объятий без границ?» Есть какая-то история у него возникновения? На форуме в Астрахани, который прошел в этом году, среди лидеров сообщества про женщин, там было одно из заданий было, скажем так, разработка проектов, которые могли бы объединить достаточно большое количество женщин. И вот среди прочих была такая идея проекта «Объятий без границ», была идея фестиваля, о котором мы опять-таки чуть позднее более подробно скажем, и еще ряд проектов. Вот таким образом. Юлия, вот у вас есть большой опыт работы с ребятами. О каких-то конкретных методиках можете рассказать, которые, в принципе, можно будет использовать и в клубе «Объятий без границ?» Ну, у нас одно из направлений, которое мы будем запускать в ближайшее время, которое как раз перекликается непосредственно с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, это ЛФК, детская йога, занятия на фитболах и так далее. То есть это непосредственно получается одно из направлений, которое может быть реализовано. И несмотря на то, что предлагается разделение мам и детей, иногда бывают очень эффективно совместные занятия. И поскольку все-таки в рамках этого направления еще продвигается тема все-таки интеграции, мы будем продумывать варианты взаимодействия детей, которые посещает наш центр, и с которыми мы работаем, и с детьми с ограниченными. Клуб не предполагает жесткого разграничения. То есть здесь очень важный момент интеграции, но это тоже очень нужно делать аккуратно, бережно. Я могу сказать, что атмосфера, которая складывается в нашем центре при работе с детьми, это, как сказала одна девочка, все дружат со всеми. Вот эта атмосфера такой толерантности, терпимости, несмотря на яркие индивидуальные какие-то особенности, трудности какие-то поведенческие и так далее. Я надеюсь, что вот эта атмосфера, она сохранится, сохранится, и нам удастся это реализовать. Также это нейроритмика, непосредственно направление, которое необходимо и ребенку с трудностями в поведении, и вообще для развития ребенка, для его успешности учебной в том числе. Может быть, очень много детей в последнее время появляется с минимальными мозговыми дисфункциями, с определенными нарушениями, которые требуют специальных программ. И любые другие направления. То есть я за такие направления, которые формируют у ребенка ощущение успешности. К сожалению, после школы очень часто дети приходят с негативными эмоциями, потому что там не получилось, тройка, двойка и так далее. А те занятия, которые мы предлагаем, они направлены на повышение самооценки. То есть тоже правополушарное рисование. Оно вроде бы расслабляет ребенка, но с другой стороны он выходит с шедевром. И техники, которые используются, и приемы, они позволяют работать с кисточкой не только ребенку, который имеет широкие возможности, но и, в принципе, с ограниченными. Даже кулинария по возможности. Дети тоже очень любят. Это тоже реально реализовать. И можно с привлечением, с участием родителей. Это великолепно работает. Потом семейные чаепития или чаепития внутри центра. Тоже дети очень любят. Любые направления. Семейный игровой массаж, который я реализую, обучаю. То есть это великолепная возможность, когда семья садится паровозиком. И эта интеграция великолепна. Или дети тоже могут находиться в кругу или парами. Делают друг другу массаж игровой. И при этом получается ребенок, у которого есть какие-то ограничения, он тоже в этом участвует. Потому что эта программа была направлена как раз на то, чтобы бережное прикосновение получил каждый ребенок. Соответствующий это может быть и семья, и это могут быть дети в паре. В том числе дети, если есть какие-то ограничения, он тоже по возможности будет делать так, как он может. То есть да, мы будем показывать, но если будут какие-то ограничения. Хотя мы, как правило, говорим о том, что ограниченные возможности, вроде бы какие-то физические и так далее, они могут быть не так ярко проявляться. И в принципе может быть ограничений как таковых нет. Некоторые ограничения, сомнения у самой мамы, с которыми нужно работать. Сомнения, ограничения у самого ребенка, заниженная может быть самооценка и так далее. Трудности коммуникации может быть. Соответствующий. Вот игровой массаж, он снимает проблему буллинга. Потому что дети начинают очень аккуратно относиться к друг другу, понимать, что такое личные границы. Потому что прежде чем сделать массаж, каждый взрослый ребенок спрашивает, могу ли я сделать тебе массаж. То есть могу ли я вообще вторгнуться на твою территорию. И после того, как мы делаем, мы говорим спасибо, что разрешил сделать массаж. То есть спасибо за то, что разрешил войти на твою территорию. Поэтому арт-терапия здесь напрямую понятна. И для мам, и для детей, проработка различных эмоциональных проблем. Игротека великолепна. Мы работаем с настольными развивающими играми. Это одновременно профилактика гаджетозависимости. Потому что телефон у нас валяется, мы их иногда ищем. Потому что дети настолько увлекаются. Это и развитие коммуникации и так далее. И дети тоже вовлекаются. Поэтому у меня такое ощущение, наверное, что практически каждое направление, с учетом особенностей ребенка, оно дает великолепные возможности. И прежде всего, наверное, ощущение сопричастности и возможности пережить успешность в том, чем мы занимаемся. А вот вы еще сказали про правополушарное рисование. Чем оно отличается от обычного рисования? Там необычные техники. То есть и цель тоже. С одной стороны, вроде бы, мы получаем очень красивые картины, которые дети могут в рамочке потом сфотографировать и размещать. Это настоящие шедевры. С одной стороны, это расслабление. С другой стороны, это необычные техники. То есть популять краску, например, на лист бумаги, это с удовольствием. Это запоминающееся действие, сама вот эта процедура. Это совершенно отличается от традиционных техник. Нет жесткого такого прям контроля. Мы позволяем ребенку иногда все-таки отступить. Бывает, что ребенок не хочет. И нарисовать жестко то, что нужно. И здесь есть тоже такая возможность все-таки отступать. Но, тем не менее, если дети делают все равно по вот этому интересному алгоритму, выполняют очень красивые получаются картины. И это возможность еще и взаимодействия с краской. Гуашью я очень люблю правополушарное, потому что оно еще и хорошо расслабляет. Поэтому и детишки, мы хотели сделать выставку, они сразу носят свои картины. К сожалению, мы говорим, давайте мы будем делать мобильную, уговаривать детей, чтобы они оставляли на какое-то время свои картины. И в подарок они тоже родителям относят. И с ощущением успешности, вот счастья, это, наверное, самая главная наша миссия, чтобы ребенок поверил в себя, чтобы ему было комфортно. И важно, чтобы ребенок возвращался, что у него было желание. И еще у нас есть великолепная волшебная сенсорная комната. Это тоже для расслабления, особенно для детей с ОВЗ. Здесь любые показания, кроме каких-то, может быть, более серьезных нарушений, патологий. А здесь вот это направление мы тоже будем развивать. Здесь есть и солнечный домик, я назову только, и пузырьковая колонна, и сухой бассейн и так далее. Все дети у нас любят посещать эту комнату тоже. С проекционным оборудованием для релаксации. Поэтому здесь и развитие, с одной стороны, и расслабление для мам с детьми тоже великолепная возможность. Поэтому мы, можно сказать, во всеоружии. Готовы уже. Да, да, да. Оксана, вот мы все говорим о том, каким может быть клуб, объятия без границ. А вот каким в идеале вы его видите? В долгосрочной перспективе, скажем так, я вижу это как такое большое творческое сообщество мам и детей, независимо от тех особенностей, которые есть у детей. Причем это могут быть не обязательно какие-то физические особенности, в конце концов, мы все разные. Такое сообщество, где каждая мама, каждый ребенок может реализовать себя в полной мере за счет творчества, за счет поиска новых каких-то интересов, новых знакомств, за счет раскрытия понимания себя, своих возможностей, очень часто безграничных возможностей, несмотря на любые обстоятельства. И где каждая мама, каждый ребенок может получить необходимую эмоциональную поддержку, понимая, что они не одни, какой бы сложной ситуации в данный момент они не оказались. Это вот в масштабе именно так я вижу это сообщество. А вот вообще, насколько сейчас остров Петрозаводский стоит вопрос с такими центрами, куда могут прийти женщины с детьми, у которых есть АВЗ, и получить поддержку, может быть, не обязательно психологическую, а просто чтобы с ними поговорили, поддержали как-то. Было бы неправильно сказать, что идея поддержки мам, в том числе мам, имеющих детей, с особенностями развития здоровья, она, скажем так, уникальна и придумана только сейчас. Но уникальность проекта «Объятие без границ» в том, что помимо вот этой эмоциональной поддержки, это проект, направленный на то, чтобы помочь женщине, маме раскрыть свой потенциал, раскрыть потенциал ее ребенка, в том числе особенного ребенка, по-новому посмотреть на себя, на свои возможности, на возможности ребенка за счет общения с психологами, за счет общения с экспертами, со специалистами, за счет творчества, опять же, поиска новых каких-то интересов, новый взгляд на себя, на свои взаимоотношения с ребенком. Именно вот такого формата клубы, они недостаточно широко вообще представлены в целом в стране. И поэтому вот суть проекта именно в этом. То есть не только его направленность именно на поддержку мам детей с ОВЗ, а в целом мам. Потому что, как правило, любой маме, как вот ранее Юлия уже говорила, любой маме недостаточно ни времени, ни ресурса на то, чтобы заняться каким-то самопознанием, саморазвитием, по-другому посмотреть на себя, на свои взаимоотношения с ребенком, на это просто не хватает ресурса. И вот проект «Объятия без границ» направлен прежде всего на то, чтобы помочь найти этот ресурс, помочь раскрыть себя по-новому и раскрыть возможности своего ребенка тоже. Насколько я знаю, у вас еще сейчас ведется набор волонтеров, то есть желающие могут подать заявки, да, я так правильно понимаю, и как вообще это сделать, как связаться с теми, кто захочет помочь? Набор волонтеров действительно ведется, потому что у нас сейчас пока не такая большая группа организаторов, то есть это могут быть люди, желающие непосредственно работать с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ, и в данном случае, конечно, желателен опыт соответствующей работы, то есть педагогический опыт работы именно с особенными детьми. Но кроме того, это могут быть люди, желающие работать в команде организаторов, здесь нам важна любая помощь, то есть это и помощь в ведении соцсетей, набор участниц, подбор экспертов, организация встреч, каких-то мероприятий, может быть фотографы, желающие вести съемки репортажные, с будущих мероприятий. То есть мы открыты к любой искренней помощи со стороны окружающих, кому это интересно и важно. Юлия, вот клуб «Объятия без границ», как я понимаю, создан под началом сообщества про женщин, и, насколько я знаю, скоро фестиваль у вас. Вы можете об этом рассказать? Что на этом фестивале будет происходить? Что интересного? Мы непосредственно проводили небольшие встречи, и через проект фестиваля я уже вошла более активно. 17 сентября будет проводиться фестиваль всероссийский, эстафетный. Более 20 регионов присоединились. Почему эстафетный? То есть понятно, да, эстафета будет передаваться из города в город, и соответствующее у нас, мы надеемся, что будет прямое подключение. Это будет площадка для того, чтобы женщины могли заявить о себе, проявиться, взаимодействовать. И мы предполагаем, что сама программа, она согласуется непосредственно и с организаторами, с авторами проекта, и мы вносим что-то свое. Внесли интерактивную часть, обсуждали вопросы нетворкинга. То есть сначала мы презентуем проекты. Обязательное требование — это презентация проектов сообщества. Вот непосредственно Оксана презентует, и о фестивале я расскажу, о тех проектах, которые мы также реализуем от нашего центра, и ряд других специалистов, которые хотели бы рассказать о своих проектах в регионе, в Петрозаводске, женщины и даже один мужчина, непосредственно потому, что он будет оказывать нам поддержку, связанную с видеосъемкой и так далее. Они готовы рассказать о своих проектах. Но не хотелось бы, чтобы это было только официальное такое мероприятие. Иногда это отталкивает. Также я на эту площадку пригласила еще и лидеров других сообществ. Я надеюсь, что начнется коммуникация все-таки, чтобы клубы хотелось бы объединить, потому что особнячком. И также мы хотели бы представителей бизнеса. Очень много в рамках деятельности корпорации развития обсуждалась тема социального бизнеса. Я обучалась по этому направлению. И я обратилась к тем, кто непосредственно занимался этими проектами. Оксана, Юлия, к сожалению, наше эфирное время уже подходит к концу. Спасибо большое, что пришли к нам. Обязательно приходите еще, делитесь новостями. Спасибо вам. Гостями нашей студии были Оксана Потушева, координатор проекта «Объятия без границ в Карелии» и Юлия Кузнецова, лидер проекта «Про Вумен Карелии». А тему дня вела Наталья Ильина. Всего вам доброго и до встречи.